здравствуйте дорогие рукодельницы подписчики и гости канала мир рукоделия и творчество вязание пряжи меня зовут елена сегодня мы продолжим с вами вязать кофточку вместе я хочу в пятой части видео мастер-класса показать вам подробный видео урок по он состоять будет из двух частей в первой части мы будем вязать расширение для кофточки до нужного вам размера вот таким образом выглядит у меня расширение и выпрямление низа изделия не за кофточки вам покажу подробный мастер-класс каким образом мы будем с вами спрямлять подол край кофточки по низу в следующих частях мастер-класса мы уже приступим к вязанию горловины переда и спинки подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классе классов на моем канале хочу показать каким образом я сделала расширение кофточки которую я вяжу до нужного мне размера расширение сделала немножко с запасом для свободы облегания округ то есть круг у меня заканчивается вот в этой части здесь я высоту провязала два ряда для расширения сейчас я вам покажу каким образом связать увеличение кофточки до нужного до нужной вам ширины для шаблона выкройки я использую трикотажную футболку размер футболки у меня л 48 я вижу на размер 48 50 русский либо 42 44 европейский приступаем к вязанию определяю вязание таким образом 2 2 вершины лучика у меня будут используем для вязания расширения для кофточки 2 лучика задействованы для низа кофточки это получается первых два одна сторона то есть боковая кофточки 3 4 лучик это низ кофточки 5 6 лучик это другая сторона кофточки боковая часть и 7 8 лучик это горловина кофточки сейчас я вам покажу каким образом я вязала расширение для боковой части кофточки до нужного размера моего размера начинаем с любого конца лучика то есть это не имеет значения то есть от вершины там где у нас связано два столбика с одним накидом с общей вершиной это начало вязания и заканчиваемый ряд два столбика с одним накидом с общей вершиной у 2 лучиком вот на этом отрезке мы будем вязать расширение для боковой части кофточки из вершины двух столбиков с одним накидом провязываю 3 петельки подъема 1 2 3 в эту же вершину я провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петельки 1 2 3 4 пропускаю 4 петельки цепочки 1 2 3 4 и в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петли 1 2 3 4 вершину элемента где мы вязали 5 столбиков с одним накидом с общей вершиной я провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной таким образом 3 петельки на крючке соединяю вместе раз два три 4 воздушных петельки пропускаю 4 петельки цепочки 1 2 3 4 и в пятую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом здесь вот здесь вот я провяжу в пятую петельку цепочки 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петельки 1 2 3 4 в элемент где у нас провязано 5 столбиков с одним накидом с общей вершиной я провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной раз два три 4 воздушных петельки пропускаю 4 воздушных петельки цепочки 1 2 3 4 и в пятую петельку я провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки 1 2 3 4 в элемент где у нас было связано 5 столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершины 4 воздушных петельки 1 2 3 4 пропускаю 4 петельки 1 2 3 4 и в пятую провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки 1 2 3 4 в элемент где вершину элемента где был у нас провязан 5 столбиков с одним накидом в предыдущем ряде вместе провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки 1 2 3 4 пропускаю 1 2 3 4 воздушных петельки и в пятую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушных петельки в элемент где про было провязано 5 столбиков с одним накидом с общей вершиной вершину этого элемента я провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 1 2 3 4 воздушных петельки пропускаю 1 2 3 4 петельки цепочки и в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом и заканчиваем ряд 1 2 3 4 воздушных петельки вершину двух столбиков с одним накидом с общей вершиной провязываю два столбика с одним накидом с общей вершиной у меня получилось в ряду 1 2 3 4 5 6 7 7 элементов по 2 столбика с одним накидом с общей вершины и 1 2 3 4 5 6 6 столбиков с одним накидом приступаем к вязанию 2 ряда мне было достаточно связать для расширения с двух сторон кофточки по бокам по два ряда вот таким образом вы если вам не хватит можете связать до высоту до нужного вам размера 1 2 3 петельки подъема и вершину столбиков с одним накидом с общей вершиной провязываю 1 столбик с одним накидом у меня получилось 2 столбика с одним накидом 4 воздушные петельки 1 2 1 2 3 4 вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петли 1 2 3 4 вершину двух столбиков с одним накидом с общей вершиной провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 1 2 3 4 воздушные петельки столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушные петельки вершину двух столбиков с одним накидом с общей вершиной провязываю два столбика с одним накидом с общей вершины 1 2 3 4 воздушных петельки столбик с одним накидом провязываю вершину 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушных петельки вершину столбиков с одним накидом которые были связаны вместе провязываю два столбика с одним накидом с общей вершиной 1 2 3 4 воздушных петельки столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушных петельки вершину столбиков с одним накидом провязываю два столбика с одним накидом общей вершины раз два три 4 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки 1 2 3 4 вершину столбиков с одним накидом которые были связаны вместе провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 1 2 3 4 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушных петельки и вершину столбиков с одним накидом с общей вершиной провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной мне опять же получилось 7 элементов по 2 столбика с одним накидом с общей вершины и 6 столбиков с одним накидом с одной стороны я закончила вязать прибавку для расширения кофточки теперь нужно пропустить два лучика 1 вершина лучика 2 вершина лучика и с 3 лучика по 4 аналогичным образом как я вам сейчас показала уже сделать прибавки но с другой стороны кофточки продолжу вязание прибавки уже за кадром связала я с обеих сторон кофточки прибавления до нужного мне размера сейчас я буду показывать каким образом вязать вот такой вот уголок чтобы спрямить низ вязаного полотна таким образом я уже один уголок связала сейчас я буду показывать как я буду вязать уже с другой стороны вот здесь у меня справа связан уголочек для спрямления низа буду вязать с левой части 7 воздушных петелек раз два три 4 5 6 7 и ввожу в крючок в пятую петельку цепочки вяжу один столбик с одним накидом то есть вот здесь у меня боковая часть полочки и я вяжу со стороны то есть получается у меня с правой стороны где низ изделия вот в этой части я буду формировать сейчас уголочек для спрямления низа изделия 4 воздушных петельки раз два три 4 где связано 5 столбиков с одним накидом с общей вершиной я провязываю два столбика с одним накидом с общей вершиной 1 2 3 4 воздушных петельки в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушных петельки и в элемент где было связано 5 столбиков с одним накидом с общей вершиной я провязываю два столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушные петельки 1 2 3 4 в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушных петельки вершину соединение 5 столбиков с одним накидом предыдущего ряда провязываю два столбика с одним накидом с общей вершиной 1 2 3 4 воздушных петельки в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки цепочки вершину соединения 5 столбиков с одним накидом предыдущего ряда провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки цепочка вершину соединения 5 столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки в пятую петельку цепочки провязываю 1 столбик с одним накидом на крючок делаю 4 накида и столбик с четырьмя накидами провязываю вершину двух столбиков с одним накидом которые были связаны вместе таким образом у меня получился первый ряд уголка 7 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 разворачиваю вязание на другую сторону и вершину столбиков с одним накидом которые были связаны вместе я вяжу два столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки раз два три четыре вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки вершину двух столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петельки вершину столбиков с одним накидом которые были связаны вместе провязываю два столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки вершину столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершины 4 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом далее 4 воздушные петельки раз два три четыре провязываю еще один элемент это два столбика с одним накидом с общей вершины и сейчас уже заканчиваем ряд это 1 воздушная петелька 4 накида и я ввожу в крючок вот после столбика с одним накидом в первую петельку воздушную я провязываю 1 столбик с четырьмя накидами вот таким образом связали до конца второго ряда приступаем к вязанию 3 ряда 4 воздушные петельки 1 2 3 4 разворачиваю вязание и вершину столбика где у нас было связано 2 столбика с одним накидом с общей вершиной я провязываю 1 полустолбик с одним накидом вот таким образом 3 4 воздушные петли 1 так прошу прощения 3 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петли 1 два три четыре вершину столбиков с одним накидом с общей вершиной провязываю два столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушные петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петли 1 2 3 4 вершину двух столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной раз два три 4 воздушные петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки 1 2 3 4 вершину столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки 1 2 3 4 вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петельки раз два три четыре вершину столбика столбиков с одним накидом с общей вершиной провязываю 1 столбик с одним накидом на крючок делаю 4 накида и пропускаю первую петельку цепочки во вторую я провязываю 1 столбик с четырьмя накидами 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 разворачиваю вязание на другую сторону столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петельки 1 2 3 4 вершину столбиков с одним накидом провязываю два незавершенных столбика с накидом 4 воздушных петельки 1 2 3 4 вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушные петельки вершину двух столбиков с одним накидом связанных вместе провязываю два столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки вершину столбиков с двумя накидами провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки раз два три четыре вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 1 столбик с четырьмя накидами я провязываю в первую петельку цепочки таким образом 7 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 разворачиваю вязание и вершину столбиков с двумя накидами вяжу 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 1 2 3 4 воздушных петельки вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушных петельки вершину двух столбиков с двумя с одним накидом с общей вершиной провязываю 1 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 4 воздушных петельки в один столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушные петельки вершину двух столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершины 1 воздушная петелька и в первую петельку цепочки из 7 воздушных петель провязываем 1 столбик с 4 накидами вот таким образом 7 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 разворачиваю вязание и в столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 воздушных петельки 1 2 3 4 вершину двух столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершины 4 воздушных петельки 1 2 3 4 вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька 4 накида и в первую петельку цепочки которая была из 7 воздушных петель провязываю 1 столбик с четырьмя накидами довязали ряд до конца так у нас получилось с вами 1 у вершины так раз два три 4 5 6 6 высоту столбиков с двумя накидами связать еще два ряда 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 разворачиваю вязание и вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 3 воздушных петельки вершину двух столбиков с одним накидом с общей вершиной провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 3 воздушных петельки 1 2 3 вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом 4 100 4 накида и провязываю столбик с четырьмя накидами я пропускаю петельку во вторую вяжу 1 столбик с четырьмя накидами 7 воздушных петелек разворачиваю вязание и вершину двух столбиков с одним накидом провязываю 2 столбика с одним накидом с общей вершиной 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и в первую петельку цепочки первую из 7 провязываю 1 соединительный полустолбик без накида все мы довязали с вами до конца ряда и сделали выпрямление низа кофточки то есть у нас я связала два угла то есть слева и с правой стороны кофточки схему опять же я изменила так как если вязала я вязать по схеме у меня идет стягивание узора и к низу и по бокам я ее изменила уже по своему решению из по своему варианту чтобы низ изделия и боковые стороны за счет выпрямления не за меня не стягивалась схему пришлось изменить каким образом я это сделал вы увидели подробный мастер-класс таким образом выглядит уголочек низа кофточки я вижу одновременно два полотна уже связано мной на передней стороне кофточки и на задней стороне кофточки вот такие уголки сейчас осталось мне связать вывязать горловину переда и спинки кофточки каким образом я это буду делать вы увидите уже в следующей части мастер-класса подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов с вами была елена всем пока пока до новых встреч на моем канале и и и и и и